Социал-демократы выборы провалили. Во втором туре получили всего лишь 4 мандата, а вместе с первым туром скромные 17 кресел. Я беру ответственность и за себя, и за свою команду. Мы не сумели показать обществу, какие работы мы проделали. Выборы председателя социал-демократов запланированы на мае 2017 года. Буткевичус говорит, что их нужно было бы организовать пораньше, уже в марте. Сейчас нет смысла уходить в отставку. Я должен гарантировать стабильность как в партии, так и в правительстве. Я буду предлагать, чтобы на съезде партии предлагался новый лидер партии. Таким образом, вожак Левых не будет претендовать на должность председателя социал-демократов. Его преемник, по словам премьера, должен заручиться поддержкой не только среди членов партии, но и в обществе в целом. В президентских выборах Альгердас Буткевичус участвовать также не планирует. Что касается перспектив, то премьер ее видит пока лишь только в работе в оппозиции. С ним согласен и глава предвыборного штаба Альгердас Сисас. Я уверен, что коалиция будет состоять из крестьян и консерваторов. Если сегодня президент пригласил их на встречу, возникнет вопрос справок. На выборах победила президент. Она и начинает формировать правительство. Могу смело утверждать, наша партия проиграла. Не вижу смысла об этом сегодня много говорить. Другая важная причина. Мы, как партии, не сумели предоставить обществу исчерпывающую информацию о проделанных работах и рассказать, почему не были осуществлены приоритетные цели, такие как реформы системы образования. В системе здравоохранения также не удалось достигнуть того, что было запланировано. По его мнению, партия слишком долго грелась на верхних позициях рейтингов. Члены Сейма не выполняли свою работу. Тем временем скандалы искусственно накалялись, а общество не хотело слышать оправданий. Я считаю, что некоторым политикам будет стыдно за то, что некоторые скандалы создавались искусственно, подчеркнул политик. Его коллега по партии Аргидас Сисас добавил, что главная ошибка партии заключается в том, что лозунг «Самое главное человек» сменили на самое главное государство.